Всем привет! Меня зовут Уилл, и вы смотрите «Шекспир учит». Сегодня мы поговорим о таком процессе, как ревью перевода. Что же это такое и для чего оно нужно? Ревью — это второй этап перевода. Этот термин существует в переводческой практике, но он пока недостаточно продуман и не систематизирован. Мы же взяли его на вооружение, четко определили алгоритм действий, и теперь активно используем ревью в нашей работе, чтобы довести текст до совершенства. А это значит проверить его на наличие различных ошибок и неточностей, проследить, чтобы были сохранены нюансы оригинала, чтобы в тексте не было калек. Ревью помогает сделать речь более естественной для восприятия, передать культурные реалии и сленг, которые переводчик мог упустить, и более точно раскрыть характер персонажа. Ведь гопник, скорее всего, не будет разговаривать как профессор университета. Ну, если только это не замысел автора. Как же это делается? Ревьюер, который отлично владеет языком перевода, в нашем случае английским, просматривает перевод и оставляет комментарий переводчику, если замечает какие-то несоответствия в тексте. Он категоризирует ошибку, например, это может быть неверный перевод, упущенный нюанс или несоответствие стилю оригинала. Он объясняет, что не так, подсказывает переводчику, какие слова лучше использовать, как сформулировать предложение более естественно, и объясняет непонятные моменты и реалии. Затем переводчик предлагает свой вариант исправления, и вместе с ревьюером они приходят к наилучшему решению. Это настоящая командная работа. Вообще, это очень увлекательный процесс. Давайте разберем несколько примеров. Начнем с примера из фильма. Главный герой говорит, нашел тут инструмент. Переводчик перевел «I found something». У переводчика возник вопрос, что имеется в виду под инструментом? Переводчик, хороший переводчик, между прочим, много работающий с фильмом, жил в то время в России, американец, но все же перевел как «I found something». Он не уловил нюанс, что человек использует эти слова не в прямом смысле. Естественно, какой чулок является инструментом? Ну, никакой в прямом смысле. А в переносном смысле это инструмент соблазнения. Но переводчик, не будучи носителем русского языка, не уловил этого момента и просто решил, ну, я упрошу, сделаю попроще. И написал, вот, как видите, «I found something». Слава богу, у нас есть процесс ревью. И ревьюер отметил, что здесь что-то упущено, как-то не так. Переводчик задает вопрос. «Why does he say инструмент? Is it connected to применяла?» А ревьюер поясняет. Это синоним пояса для чулок. Инструмент для соблазнения. «A tool to seduce». И вот эта фраза от ревьюера, «It's like a piece of weaponry», это дало нам понять, что нужно найти синоним. Подумали-подумали, решили, что хороший эквивалент будет «I found this piece of equipment». Эквейпман, конечно, тоже не такое слово, которое обычно используешь для чулок на английском. Но как раз понятен, что он говорит об этом оборудовании, как какой-то некий инструмент. Соответственно, сохранен этот нюанс исходного текста. Следующий пример из книги в жанре «научная фантастика». Реплику. «Вот вернемся домой, я тебя пропатчу по самому маму». Переводчик перевел как «as soon as we get home, I'll patch your mother». Ох, какой красивый пример. Ну, здесь несколько моментов. Во-первых, «патч» нужно, конечно, немножко знать про IT, чтобы понять, о чем речь. И по самому маму. Здесь двойная сложность. По самому. Это русский идиома, который носитель английского, конечно, переводчик даже хороший, не обязан знать, что это такое и откуда это растет, скажем так. И мама. Ну, мама здесь, если ты айтишник, компьютерщик, понимаешь в этих технических деталях, то ты поймешь, наверное, что это про материнскую плату в компьютере. Мы же, если смотрим на контекст, переводчики всегда хотят контекста. Контекст – это книга про люди, которые являются роботами. Соответственно, у каждого из них есть материнская плата. Соответственно, если человека пропатчат по самому маму, то, скорее всего, мы не говорим про его мама-робот, мы говорим про его материнскую плату. Как же тогда переводить? Ну, конечно, мы не будем использовать тот перевод, который был от переводчика, потому что там, на английском, оказалось совершенно другое значение. Оказалось, если дети не слушают, надеюсь, что я твою маму дам как следует. Мы бы не хотели такого переводчика. Это плохой перевод. В итоге перевели как «you're getting patched inside and out». Здесь используется такая же идиома на английском, как и на русском. «Inside and out» значит «полностью», как следует. И «getting», «you're getting» – это можно использовать такую структуру, как угроза. «Patched» – соответственно, здесь мы используем в новом значении. Не существует такое значение, но, как любой переводчик, если есть контекст, ты сам поймешь, о чем речь. Соответственно, «you're getting patched inside and out» отвечает на наш запрос для этого перевода. И еще один пример. Возьмем из статьи на юридическую тему. Словосочетание «напротив» – «все факты свидетельствуют об обратном». Здесь было переведено как «to the contrary» – «all the facts testify to the opposite». Ну, подумайте на секунду, это же юридический текст. Здесь, если юридический, то нужны такие пафосные фразы, нужны такие слова, которые юридические, которые строгие и все дела. Это же правильно наверняка. Еще раз. «to the contrary» – «all the facts testify to the opposite». Ну, красота же! Но ревьюер оставил здесь комментарий, подчеркнув, что в переводе не совсем правильно переведен этот текст. Итак, ревьюер объясняет, что это калька и предлагает свой вариант – «suggest otherwise». Переводчик не хотел сдаваться. Переводчик подумал и сказал «suggest otherwise seems too mild to me. Can we just make it testify to our innocence?» Тоже такие юридические слова. Сильные, тяжелые. А здесь самое-самое мясо, скажем так, работы ревьюера. Ревьюер говорит «А, нет, здесь вы не поняли». И пишет «The thing is, свидетельствует об обратном is a common expression in Russian, which we'd use in everyday speech. It's a fancy way of saying «говорят об обратном». It's not meant to be a legal term. Как же переводчику это понять без ревьюера? Ведь большое слово, много букв, он кажется такой серьезный юридически. Но нет. С контекстом и сознанием ревьюер объясняет переводчику. Переводчик теперь пишет «А, got it!» «Suggest otherwise». То есть соглашается с тем, что ревьюер изначально предлагал. Итак, у нас перевод получается «To the contrary, all the facts suggest otherwise». Сохраняется тон оригинала, используется правильное слово, и мы не уходим слишком далеко в юридические терминологии. Таким образом, ревью — это не только работа над ошибками, как может показаться на первый взгляд. Это еще замечательная возможность для переводчика учиться и совершенствовать свои навыки благодаря общению с носителем исходного языка. В результате такой командной работы получается грамотный текст, учитывающий все нюансы оригинала. Спасибо, and see ya!